Что касается визита патриарха Кирилла в Китай, то это лишний раз подчеркивает тесную связь нашей официальной церкви с государственными структурами. Что, в общем-то говоря, не самым лучшим образом вписывается в Российскую Конституцию. Но российское правительство и, скажем так, элитные круги, президенты, довольно четко берут курс на азиатизацию внешней политики. Мы строим Евразийский союз. Мы скорее ищем альтернативу для своих сырьевых потоков на Востоке. Потому что мы понимаем, что в Западной Европе скорее встретимся с серьезными трудностями. Либо американский сжиженный газ, либо местный сланцевый газ, либо набука, либо еще что-то. Ну, в общем, стать там монопольным производителем сырья не удастся. А в Китае почему бы и нет? Китай с удовольствием покупает наши ресурсы. И визит патриарха, хотя понятно, что православных в Китае избытка не наблюдается и не появится после этого визита. Но это важный символический жест, который показывает намерение установить более тесные, более дружественные отношения. Тем более, что китайцы очень новые китайцы. Не коммунистические, а посткоммунистические китайцы. Очень хорошо понимают значение идеологии. Они понимают, что коммунистическая идеология у них уже выдохлась. Значит, они сейчас думают о том, на какую идею переложить государственную нагрузку. Там уже, по-моему, около десятка разного рода религий. Но почему бы еще и не добавить православия? Тем более, что это вместе объединяет две страны для противостояния враждебному, с их точки зрения, европейско-американскому пространству. Где другие традиции, где другая система взаимоотношений. То есть, в общем-то, в некотором смысле, это повторение попытки устроить русский с китайцем дружбу навек, как было во времена позднего Сталина. Потом, как известно, все это разрушилось. Потом опять пытались восстановить. Но вот сейчас, поскольку чем хуже отношения с западом, тем они должны быть лучше с востоком. Продолжение следует...